В школах Соргутского района также прошли церемонии вручения аттестатов. В этом году из образовательных учреждений выпустились 554 11-классника. У ребят совсем скоро начнется период вступительных экзаменов. Выпускное – это последняя возможность попрощаться со школой, учителями и одноклассниками. С 2024 в силу вступили изменения, которые коснулись получения медалей за особые успехи в учении. Теперь аттестаты о среднем общем образовании с отличием не только красного, но и сине-голубого цветов. Каждый из них, конечно же, запомнит именно последний день свой окончания школы, ну как особенный. Вообще год, конечно же, другой, потому что, во-первых, у нас в этом году появились медали первой степени и второй степени. Выпускники в этом году получают 49 медалей первой степени и 29 второй степени. Но это еще не точка, потому что ребята сдают результаты единого государственного экзамена 4 и 5 числа. Они могут улучшить свои результаты и, возможно, появится еще какое-то количество медалистов. Благодаря цифровизации образования в Сургутском районе организована равноправная система получения знаний. Обучающиеся из отдаленных поселений также могут осваивать дополнительные программы не только под руководством учителей, но и самостоятельно на специализированных платформах. Как отмечает представитель департамента образования муниципалитета, у нового поколения выпускников много амбиций и большое желание поступить на бюджетные места в высшее учебное заведение не только Югры, но и элитного российского уровня. Благодаря этому отметили в мэрии Сургутского района. Результаты единого государственного экзамена стали лучше. Образование, оно для молодого человека сейчас очень значимо. Все понимают, что именно благодаря результатам единого государственного экзамена они поступят на бюджетные места, то есть родителям не придется платить. И в связи с тем, что ребята выстраивают свою образовательную траекторию и понимают, что они хотят. Поэтому на самом деле новое наше поколение, оно продуманное. Ребята на самом деле хотят, хотят именно получить хорошее образование, потому что так они будут конкурентоспособны потом на рынке труда. В этом году в Сургутском районе 4 стобальника, при этом двое из них из Ленторской школы номер 7. Впрочем, в прошлом году в муниципалитете было столько же 11-ти классников, набравших максимальные результаты по единому государственному экзамену. 17 лучших выпускников уже съездили в Ханты-Мансийск на окружной бал, где им вручил сертификат о прохождении ЕГЭ на высоком уровне временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук.